Сборник рассказов Библиотечно-информационного центра Оксана Мочилова Недаром говорят, все мы родом из детства Именно об этом антология воспоминаний современных российских писателей Называется она «Трава была зеленее» Насколько я поняла, перед авторами этого сборника была поставлена задача Написать реальные, невыдуманные истории из своего детства Именно поэтому сборник получился удивительно трогательным и искренним Рассказы, представленные в нем, очень разные Романтичные и откровенные, грустные и смешные Здесь истории о первой любви и об отношениях со сверстниками О каких-то первых детских страхах и ярких впечатлениях А еще удивительно трогательные рассказы о настоящей дружбе Наверняка в жизни каждого из нас встречаются люди Которые буквально как яркая комета приходят в нашу жизнь И буквально меняют все с ног на голову И они не просто меняют нас, но и наполняют новым содержанием А потом остаются с нами на всю жизнь Именно об этом удивительный рассказ Александра Дорофеева «Гусик» Он о детском писателе Юрии Ковале На тот момент Юрию Ковале 30, а Александру Дорофееву 10 лет И вот уже достаточно известный детский писатель Пишет своему юному другу письма, в которых дает рекомендации Мудрые советы, наставления И когда Александр Дорофеев вспоминает об этом времени Он сравнивает себя с пустым сосудом Который капля за каплей наполняется мудростью И огромной любовью к литературе Не правда ли счастье иметь в наставниках настоящего писателя? Еще один рассказ, удивительно трогательный Рассказ Юрия Нечапаренко, который называется «Друг мой только» Он о том, что неважно, как меняется наша жизнь Неважно, остались ли с нами друзья детства или нет Главное, помнить те моменты, которые сделали нас такими, какие мы есть Это удивительная история о друге, который подарил Юрию Нечапаренко целый мир И пусть пути их разошлись, мир остался Еще один очень атмосферный рассказ Написала его Анастасия Стройкина И называется он «Первое прощание» Нужно запомнить, затвердить Зарисовать в голове, как яркая мягкая морожка Зреет над землей Как мухомор выставил на показ свою красноту Как нежен мох и как радуются деревья тому Что ветер наконец утих Я сказала волку Мы завтра уезжаем, не совсем Как же так, спросил он А с кем я буду слушать реку А с кем я пойду в норвежский лес А с кем я буду любить северное сияние Мы теперь будем порозных Теперь будем одни Это удивительно пронзительная история О прощании с детством Рассказ, который произвел лично на меня Наверное, самое большое впечатление Это история Платона Беседина Называется она «Голод» Когда дед закончил рассказ Я все еще обнимал его за колени Наверное, если бы мне разрешили То я залез бы в мусорное ведро И достал бы выброшенную мной еду Чтобы извиниться Перед ней, перед дедом, перед собой Артур Карнандойл писал Не жил тот, кто не испытал любви Войны и голода И война, и любовь, и голод Суть человеческого страдания Но иногда, мне кажется Только они и есть Единственно возможный диалог человека С Господом Трава была зеленее Рекомендую Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова